Проект «Доброе такси» стартовал в Архангельске в 2011 году. Идея получила поддержку и одобрение как со стороны переводчиков, так и инвалидов, нуждающихся в этой услуге. Затем акция охватила Северодвинск, Новодвинск. Вообще практика «Доброго такси» существует во многих субъектах нашей страны. И вот Союз общественных организаций инвалидов Архангельской области обратился в Котла с просьбой поддержать проект. Андрей Бральнин незамедлительно отдал распоряжение об организации «Доброго такси» в нашем городе. Насколько вы согласны поучаствовать в данном мероприятии? Если вы согласны, то давайте мы дальнейшее обсудим наши условия. Этот вопрос Алексей Норицын адресовал руководителям трех служб такси в Котласе Димона, Триумфа и Альфы. По данным Котласского отделения ВАИ в нашем городе остро нуждаются в перевозках порядка 300 человек. Это люди с нарушением опорно-двигательной системы, колясочники, родители детей с ограниченными возможностями, инвалиды по зрению. Единственный на данный момент автомобиль социальной службы, предназначенный для транспортировки таких пассажиров, просто не потянет обслуживание всех желающих. Мы берем, соответственно, людей, проживающих в городе Котласе, микрорайон ДОК, Болтинка и Лиминда, поселок Почеботский, потому что там тоже серьезная первичная организация. К тому же бесплатно эта услуга может предоставляться центрам соцобслуживания весьма ограниченно. То есть нужны дополнительные социальные программы, а «Доброе такси» – это уже проверенный вариант. Все просто. В начале месяца службы такси предоставляют обществу инвалидов определенное количество талонов различного номинала. Правление ВАИ раздает их нуждающимся. Этими талонами пассажиры с ограниченными возможностями будут расплачиваться с таксистами. Последние возвращают их в свою диспетчерскую и обналичивают через бухгалтерию такси. На следующий месяц все повторяется. То есть это стопроцентная благотворительность. Ни водители, ни пассажиры не понесут каких-либо расходов. Как мы практиковываем в других городах, мы делаем талоны сами. Причем разных номиналов делаем талоны. Выдаем вам на определенную сумму. Единственная проблема – это будет у нас перевозка колясочников. По всей видимости будет осуществляться, так как специализированного транспорта нет, с гидравлическими подъемниками, с ручными подъемниками, в пикапах. Все три службы такси – Димон, Альфа и Триумф – будут принимать участие в этой акции, что немало порадовало представителей администрации и общества инвалидов. Например, в том же Архангельске старт доброго такси собрал меньшее количество участников – всего две службы. Но, видимо, позитивная практика дала свои результаты. И в акцию стали включаться все больше городов и извозчиков. Нам нужно будет обсудить какие-то моменты, потому что оплачивать вы не будете, и как мы это все дело проведем. А так все, не выброс. Старт доброго такси в Котласе участники совещания определили на 1 мая. До этой даты необходимо решить все оргмоменты. Продлится проект ровно год и, скорее всего, будет продолжен.